Приветствую вас, и давайте сначала оценим победительнее вашего молодого человека. Вот он мог бы при прочих равных условиях, он мог бы вами воспользоваться. Он мог бы притвориться, что вы тоже ему нравитесь, мог бы воспользоваться вами, мог бы позволить вам себя любить, нравиться вам и так далее. Он бы даже, возможно, вступить с вами в близкие отношения. Но этого он не сделал. Он поступил честно и сказал прямо, что к отношениям он не готов. И это является, как минимум, свидетельством его честности, благородности, уважения себя, уважения вас, искренности и приматы. То есть, мужчина-то поступил хорошо. Мужчина-то, в принципе, поступил верно, так как нужно было поступить джентльмену. Так как сейчас поступает очень мало людей. И это первое, что нужно постараться понять. Мужчина поступил единственно правильным образом в этой ситуации. И не дал вам ложной надежды, не дал вам иллюзий. И, по сути дела, закончил это общение, которое для вас имело большее значение, чем для него. Ну, согласитесь, не каждый человек может обрубить контакт с другим, который откровенно проявляет к нему симпатию. Слишком велик соблазн воспользоваться, слишком велик соблазн, выгоду свою поиметь с этого и так далее. Он молодец, он сделал все правильно. Давайте тут поблагодарим его за это, восхитимся им и скажем, что он человек, как минимум, хороший. Дальше. Что касается ваших переживаний. Из-за того, что вы не можете его забыть и думаете о нём, смотрите и так далее. Дело в том, что общение по сети, общение по переписке, ну, не дало вам такого ощущения, что ваши отношения с ним закончились. Ваш диалог с ним завершился. Вот, если бы вы в реале с ним поговорили и пришли бы к какому-то выводу, вот тогда бы, тогда бы, возможно, вы бы почувствовали, что всё. Отношения закончились. А так, вы изначально испытывали к нему симпатию, вы изначально с ним как бы познакомились, вы начали с ним общаться, потом вы перестали с ним общаться, а вживую вы как не общались, так и не общаетесь. И получается, что эти отношения, и он сам, это ваш образ. Вы много, слишком много себе сами придумали. И вот тут вопрос. Ну и на решатах в двух направлениях. Первое направление касается лично вас. Почему вы отдаёте предпочтение интернет-общению, а не живому общению? Почему вы предпочитаете общаться с своим одногруппником по сети, а не вживую? Почему? Может быть, у вас есть какие-то причины для этого? Если есть, я их не буду называть, чтобы не сбивать вас. Но если эти причины есть, то их нужно обсудить, проработать и по возможности устранить. То есть, общение по переписке не даёт человеку того, что ему нужно от отношений в принципе. Это первое. Внешняя сторона заключается в том, что вам нужно всё-таки отношения с мужчиной завершить. То есть, поговорить с ним вживую и откровенно расставить все точки нам и сказать ему, что вот ты знаешь, вот всё честно, он с вами честен, и вы ему честно скажите. Вот ты знаешь, вот мы с тобой расстались, вроде бы как, общаемся больше, а я всё равно о тебе думал. Вот ты посмотри мне в глаза и скажи, что не хочешь больше со мной общаться, и я больше тебя не беспокою. И вот если он вам скажет так, то уже это послужит для вас окончательным сигналом к тому, что с ним у вас ничего не получится. И вы, по крайней мере, получите возможность жить дальше. Не сразу, со временем, после решения своих внутренних проблем. Но вы сможете жить дальше. Пока у вас нет чувства завершённости, вы и держитесь за придуманную вами самой иллюзию. Эту иллюзию необходимо задручить реальным положением вещей. Тогда у вас всё нормализуется. На этом всё. Надеюсь, что он помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, делайте его лучшим. Благодарю.